Мэр Сочи навестил пострадавших в результате ДТП в Абхазии. В 4-ю больницу перевезены 7 человек. 75 лет назад Сочи принял первых раненых фронтовиков. Митинг памяти прошел сегодня на мемориале «Подвиг во имя жизни». В сети активно обсуждают видео эвакуации автомобиля в Сочи на женщину, пытавшуюся отвоевать свою машину, надели наручники. На велосипеде по городским джунглям в центре Сочи из-за турнира по Даунхиллу изменят схему движения транспорта. Подготовка школ в Крае выходит на финишную прямую на ремонт и оснащение учебных классов. Из бюджета региона выделили более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил Вениамин Кондратьев. Глава региона провел краевое совещание, на котором обсудили решение проблемы переполненных школ и поборы с родителей на нужды класса. Обо всем по порядку в сюжете наших краснодарских коллег. Условия, которые школа создала в данном учебном кабинете, позволят вам использовать все самые современные технологии. Я желаю вам удачи. Пока экскурсию по новым коридорам и кабинетам директор проводит для учителей. Но уже совсем скоро они сами будут показывать классы ученикам. 1 сентября в новый корпус 50-й краснодарской школы придут 400 детей. Этот учебный блок позволил увеличить количество первых классов и освободить кабинеты в основном здании. Были маленькие кабинеты, где детям просто негде было поиграть, перемену свою как-то провести в общении. Здесь же места, как вы видите, много и можно сделать даже игровую зону, небольшую библиотеку классную. Новые корпуса для начальных классов в этом году откроют еще в нескольких микрорайонах Краснодара. Таким образом, в школах города удалось создать больше 2000 дополнительных мест. Но только за счет таких пристроек решить вопрос не получится, отмечает на краевом совещании Вениамин Кондратьев. Переполненные школы – проблема не только кубанской столицы, но и всех быстрорастущих городов региона. Мы рапортовали в таком колоссальных строительных темпах и так им радовались. Вот о чем вопрос, что на самом деле мы понастроили, а в основном это микрорайоны и точная застройка. Жилье есть, а жизни-то нет. Вот тем мэрам городов, которые понастроили, коллеги, как хотите тебе, так школы и строите. За последние 10 лет на Кубани было построено 20 школ, но их недостаточно. Только в этом году за парты сядут на 20 тысяч школьников больше, чем в прошлом. К строительству учебных заведений необходимо подойти системно, настаивает глава региона. В условиях ограниченного бюджета важно использовать любую возможность, в частности, активно участвовать в федеральных программах. Так, например, четыре проекта типовых школ сегодня уже заявлены для включения в реестр Минстроя России. В случае положительного решения регион может претендовать на финансирование из федерального бюджета строительства учебных заведений в Краснодаре, Староминском, Денском и Славинском районах. За последние 30 лет в край системно школы не строились, это тоже объективно. Деньги на них не выделялись. Мы сегодня находимся на ресурсе старых советских школ. У них 90% износа, 90%. И что мы ждем? 100%, когда полностью уже и латать будет нечего. Вот на этом на самом деле сегодня нужно находить не разовые деньги, а системно подойти к тому, чтобы на самом деле мы начали в крае системное строительство новых школ. Четко дайте мне алгоритм, график, понимание того, как мы будем выходить сегодня из этой ситуации. Но важно не только в каких классах будут идти школьные занятия, но и кто их будет вести. Еще одна проблема, которую озвучивает министр образования края – нехватка учителей. Штат педагогов растет не так стремительно, как количество учеников. На 1 сентября у нас будет 1667 вакансий. Это не значит, что наших детей некому будет учить. Произойдет перераспределение учебной нагрузки на тех учителей, которые у нас сегодня уже есть. Но понимая, что это скажется на эффективности, мы с каждым муниципалитетом будем смотреть, насколько действительно целесообразно то самое двойное классное руководство, особенно в начальной школе и в режиме индивидуальном, отработаем с каждым из муниципалитетов. В преддверии учебного года в администрацию края участились сижалобы родителей. По их словам, с каждым разом сбрасываться на нужды школы приходится все больше. Чтобы отследить эти расходы, денежными вопросами должны заниматься родительские комитеты, считает Вениамин Кондратьев. Ни в коем случае ни директора школ и ни учителя, и классные руководители должны собирать эти деньги, а сами родители, по большому счету, чтобы не было вопросов, и сами их тратить. Не надо порождать вот ту череду сплетен, разговоров, где, я уверен, во многом необоснованных со стороны родителей. Только потому что, да, где-то хитрят, а родительские комитеты деньги собирают и отдают их классному руководителю или завхозу, грубо говоря. Они не должны прилипать к рукам ни учителей, ни руководства школы. Главная задача, которую ставит губернатор, к началу учебного года школы должны быть готовы принимать детей. Уже меньше, чем через месяц по всей Кубани за партой сядут 600 тысяч школьников. Мария Крошина, Денис Перец и Денис Москаленко, Кубань, 24, Краснодар. Мэр Сочи сегодня навестил пострадавших в результате ДТП в Республике Абхазия. Напомню, 3 августа около 9 утра на трассе Псоу-Ингур произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса с российскими туристами и легковой иномарки, выехавшие на встречную полосу движения. В аварии пострадали 26 человек. Один турист погиб. Остальные пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Все они были отправлены в больницы. Семь человек доставили в четвертую городскую. В результате ДТП пострадали 22 российских туриста, два человека из Конга, а также водители машин, жители Абхазии. Столкновение было такой силой, что два пассажира микроавтобуса вылетели из него. Одного жителя Омска придавила машина, и он скончался. 13 взрослых и один ребенок поступили сначала в местный стационар. А оттуда на каретах скорой помощи в сопровождении полицейских и МЧС туристов доставили в сочинские лечебные учреждения. Семерых привезли в четвертую городскую больницу. Из них пятеро были госпитализированы, двоим была оказана амбулаторная помощь. В настоящее время в стационаре остаются четверо пострадавших. Двум из них планируется хирургическое лечение. Все пострадавшие средней степени тяжести состоят в них стабильные. С переломом ребер и ушибом головы в отделении сочетанной травмы поступила и Алла Величко. С невесткой и четырехлетним внуком они отдыхали в Абхазии уже четвертый день. Решили напоследок съездить в Пицунду. Вместо отдыха оказались в больнице. У невестки легкая травма ноги. Малыш не пострадал. Сегодня они уже отправились домой в Ростовскую область. А вот Али Николаевне лежать в больнице еще как минимум неделю. Приняли замечательно, очень оперативно. Ну, здесь, конечно, обследование, тут оборудование больницы новейшее. Вот, все, и УЗИ внутренних органов, и рентген. Ну, все-все-все, все, что нужно было, сразу анализы. Мы не думали, что вообще нас вообще так организованно вывезут, что о нас узнают, что вообще. Мы думали, мы будем там лежать и все. Оказывается, все очень оперативно. Прям мы не ожидали, честно. Ну, рады. Еще больше были удивлены пациенты, когда в их палаты зашла делегация во главе с мэром Сочи. Анатолий Пахомов интересовался их самочувствием, спрашивал, довольны ли они качеством медицинских услуг в этом лечебном учреждении. И, конечно же, пожелал туристам скорейшего выздоровления. Вопросов по размещению, по лечению никаких нет. Это самое хорошее место, где мне доводилось все быть. Курить нельзя. У нас в городе даже курить нельзя. Приезжают на отдых, поэтому надо постараться здесь бросить. Но если уже не получается, в специально отведенных местах надо. Но уверен в том, что на ноги поставят вас. И пострадавшие изъявили желание оперироваться в строкой больнице? Ну, понятно. Я уверен, что клиника у нас хорошая. Находиться в стационаре пострадавшие будут до конца следующей недели. А вот по факту ДТП возбуждено уголовное дело, которое передано в военную прокуратуру, так как за рулем иномарки, выехавшей на встречную полосу движения, находился военнослужащий. Кстати, нарушения выявлены и в части микроавтобуса. По данным Генпрокуратуры Республики Абхазия, количество туристов, находящихся в салоне, было больше, чем оборудованных для сидения мест. И не были обеспечены условия безопасной перевозки пассажиров. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Митинг памяти раненых фронтовиков прошел сегодня у мемориального комплекса «Подвиг во имя жизни». Сегодня Сочи отмечает 75-ю годовщину со дня прибытия на курорт первого эшелона с ранеными солдатами Великой Отечественной. 5 августа 1941 года город-курорт стал городом-госпиталем. Именно в этот день военный эшелон привез в Сочи первых раненых бойцов. К тому времени под госпитали здесь переоборудовали 24 санаторных учреждения, в которых оборудовали 12,5 тысяч коек. В целом же с 5 августа 1941 года по 1 июля 1945-го через госпитали Сочи прошли сотни тысяч раненых воинов. Если же быть точнее, медики, работавшие в сочинских госпиталях, подняли на ноги и вернули в строй 335 тысяч 955 солдат. Люди в белых халатах, отмечают сами ветераны, тоже ковали победу. Медсестры, которые были на переднем фронте, вытаскивали раненых тяжелых бойцов, наши спасители были. Мы обоевали до самого последнего, так сказать, возможности. Старались не идти ни в госпиталь, никуда. К сожалению, миллионы людей не сумели отстоять своей дороги и ушли из жизни. Ранним утром мемориальный комплекс «Подвиг во имя жизни», посвященный медицинскому персоналу города госпиталя, собрал десятки сочинцев, представителей администрации курорта, городского собрания Сочи. Только вот ветераны в таких мероприятиях участвуют все реже. Здоровье уже не то. Традиции и память о великом подвиге с каждым годом становится более значимым даже. Это видно по тем настроениям, с которыми приходят наши горожане и в день победы, и в день начала войны. Патриотизм жив в наших сердцах, а это значит, что мы будем вечно непобедимы, мы вечно будем сильны. И, конечно, этот подвиг во имя жизни будет в памяти наших горожан всегда. После войны 150 тысяч медиков были награждены различными медалями и званиями, кто-то даже посмертно. Сегодня же память людей, совершавших подвиг во имя жизни, почтили минутой молчания. Состоялось и традиционное возложение венков и цветов к мемориалу. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В сети активно обсуждают видео эвакуации автомобиля в Сочи с улицы Конституции, которое разместил в интернете телеканал РЕН-ТВ. Героиней ролика стала Сочинка Ирина Снытко. Вот эти кадры. С чего начинается история, по видео не ясно. Видно, как женщина пытается забрать из собственного автомобиля, который собираются эвакуировать, документы. Полицейские не дают ей открыть дверь и требуют спуститься с платформы. В этот момент женщина начинает очень громко кричать и звать на помощь. Помогите! Люди, помогите! Убиваю! Женщина, продолжая кричать, начинает размахивать руками, отталкивая полицейских. Они применяют силу, надевают наручники, отводят и усаживают ее в патрульный автомобиль. Вот как ситуацию прокомментировали в МВД России по Краснодарскому краю. Решение об эвакуации автомобиля было принято в связи с тем, что водитель автотранспортного средства нарушила пункт 1.3 правил дорожного движения и припарковала автомобиль в неустановленном месте. На гражданку был составлен протокол об административном правонарушении. В отношении сотрудников ДПС, участвовавших в данном инциденте, руководством Главного управления МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки. По результатам проверки будет принято соответствующее решение и сделаны соответствующие выводы. Остается пока неясным, в какой момент женщина запрыгнула на платформу эвакуатора. Двигался он или нет. Ведь по закону, если эвакуатор не начал движение, владельцу должны вернуть машину и обязать заплатить штраф за неправильную парковку. Добавлю, женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Материалы направлены в Следственный комитет для принятия решения. К слову, Сочинка намерена отстаивать свои права. Она написала обращение на имя президента России, генерального прокурора, прокурора края и начальника ГИБДД по городу Сочи. К другим новостям. В Сочи не курят. Под таким названием в администрации города прошла дискуссия, которую организовала заместитель главы города Ирина Романец. Речь шла об эффективности рейдов, которые проводятся администрацией города и молодежным парламентом. Сейчас в городе много отдыхающих, которые не знают о том, что Сочи в 2010 году принял хартию с Сочи без табака и курят везде, где захотят. Но сочинская молодежь разъясняет, что согласно федеральному закону, курение в общественных местах запрещено. Мы не отучаем их от курения, потому что мы не можем курильщика отучить курить. Но тем не менее мы заставляем задумываться о важности непосредственно того, что люди вдыхают дым, который он выдыхает. Сейчас от Министерства здравоохранения Российской Федерации получены информационные материалы с разъяснениями, что делать, если в кафе курят, если курят в транспорте, на работе или во дворе дома. Такие постеры раздадут общественникам и руководителям ТОСов домкомам. Сегодня у нас новый информационный повод, то есть мы каждый раз изобретаем какие-то новые проекты для того, чтобы продвигать идею отказа от табакокурения, во всяком случае, в общественных местах. Конечно, достучаться до людей, зависимых от табака сложно, объяснить им, что курение приятно только им, но не тем людям, которые, например, страдают астмой. Тем не менее, знать порядок потребления табачной продукции должен каждый курильщик знать и соблюдать. Закон Российской Федерации об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Гелена Всесина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Поселки Волковка и Альтмец в понедельник останутся без голубого топлива. Сочи-Гургаз проведет там плановый ремонтно-профилактические работы. На период работ с 8 до 17 часов будет приостановлено газоснабжение улиц Космическая, Серебряная, Передовиков, Городская, Волковская, Нижняя Космическая, Кленовая, Гая, Переулка, Гая. Потребители просят проверить наличие действующих договоров на техобслуживание внутридомового оборудования. Без них повторный пуст газа будет невозможен. В целях безопасности жителям необходимо обеспечить доступ специалистов Сочи-Гургаза во дворы для перекрытия отключающих устройств на вводе. Специалисты компании работают в спецодежде и имеют при себе удостоверение. В мэрии состоялась встреча главы города с нацобщинами. На территории Большого Сочи проживают представители как минимум 100 национальностей и культур. И почти все принимают активное участие в жизни города. Представители национальных общин участвуют и в городских праздниках, и в международных форумах. Однако сегодня, по мнению Анатолия Пахомова, требуется возрождение фестивалей национальных культур. Такие мероприятия будут востребованы сочинцами, позволят углубиться в историю народности, а еще внесут разнообразие в культурную туристическую программу. Для окупаемости фестивалей можно дополнить выставками и ярмарками. И, как я всегда говорил, у нашего города есть необходимость, чтобы наши народы могли показать свою культуру, свое искусство, свою историю. И мы предоставляем для этого площадку. Взять с Адыгархасе пример, проводить вечерки, где можно показать и свою культуру, и свою историю, и свою кухню. Одна из главных тем встреч – вопрос безопасности. Главам нацобщин пояснили нововведения, которые недавно были внесены в российское законодательство. Проявлять бдительность необходимо собственникам недвижимости, сдающим в аренду жилплощадь. Люди, которые проживают на территориях, должны быть зарегистрированы належащим образом и защищены полицию. Поэтому мы хотим обратиться к нашим жителям, быть более внимательны по этому вопросу заселения, приезжающих и работающих детей, и понимать, что зона ответственности распространяется и конкретно теперь на них. Кстати, на встрече в мэрии стало известно, что Сочинский совет национальных общин расширен. К нему присоединились представители Луганской и Донецкой народных республик. Сочи открылся фестиваль Акваджаз. Церемония открытия состоялась накануне. Стартовал фестиваль Игоря Бутмана джазовым парадом, который прошел от Морского порта до площади Южного мола, где на площадке LiveSide в ближайшие дни будут проходить бесплатные концерты. В одной руке телефон, в другой – саксофон. Игорь Бутман – не только известный музыкант, но и основатель и президент джазового фестиваля. Вы же видите, вот еще ничего, я стою с вами, а уже идет такая атмосфера, уже люди пришли, многие просят уже прийти на парад сыграть. Мне кажется, для гостей и жителей Сочи это тоже такой праздник, неформальный очень, поэтому мы специально делаем такие вот парады. Парад с участием известных исполнителей. Сочи уже не привыкать видеть такие шествия и музыкальные события. На параде нации с хоровыми коллективами сегодня вот так под джаз, а уже завтра будет фестиваль Юрия Башмета, а еще через неделю, через две, у нас будет новая волна. Все дело для того, чтобы фестивали оставались в городе Сочи, чтобы и жители города Сочи, и наши гости могли насладиться этим искусством. Не только слушать, но и танцуя подпевать. То, что на фестивале классической музыки выглядело бы странно, здесь только приветствуется. Ирина Шевченко с семьей приехала из Киева на акваджазе впервые, но сама идея нравится. Ну очень нравится. Вообще я очень люблю джаз, очень люблю джазовые фестивали, особенно на море, вот джаз как тебе, или очень знаменитый фестиваль. Потрясающе, просто здорово, что начали с парада, что встретили, ну так очень тепло принимают. Ну это здорово, море всегда располагает. Основные концерты пройдут в Зимнем театре и в зале фестивальной. Там выступят Соми, Вадим Эйлин, Крик, Ришард Бана, московский джазовый оркестр и еще десятки блестящих музыкантов. Многих можно будет услышать и видеть на открытых выступлениях. Концерт в честь открытия фестиваля на площади Лайфсайт первый, но не последний. Вход на него свободный. И таких выступлений в ходе фестиваля, а он продлится по 7 августа, будет несколько. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Воскресенье в Сочи ограничат движение из-за велосипедных гонок. Трасса скоростного спуска соревнований Drive Urban Downhill пройдет под центру города. Старт на Альпийской улице, место финиша – Поцелуевский сквер. Среди участников заявлены ведущие российские спортсмены. В общей сложности в предстоящем турнире Drive Urban Downhill в Сочи примут участие около 60 райдеров со всей России. Среди заявленных участников – титулованные чемпионы России Виталий Хрипунов, Владимир Пуляевский и Яков Аустер. По итогам квалификационных заездов судейская комиссия выберет 30 лучших райдеров, которые покажут свое мастерство в финальном этапе гонки. В связи с тем, что трасса пройдет по дороге общего пользования, 7 августа с 8 до 19 часов будет частично ограничено движение транспорта по улице Войково от дома номер 45, дробь 1 до дома номер 14. При этом перекрыта будет только четная сторона улицы направление движения в сторону курортного проспекта. Помимо этого, с 10 до 18 будет ограничено движение по пешеходной лестнице между домами 19 и 21 по улице Первомайская, выходящей на улицу Войково. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих Бьюти Рум Далс, студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Город. Каждый день пробки, суета, встречи, дела. Все. Устал. Мой дом. Каким будет ваш дом? Решать вам. Дача. С любовью для вас. 6 августа в Сочи переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 23, плюс 25. Днем 30-32 градуса выше нуля. Продолжается сезон скидок на летнюю коллекцию в торговом центре Мюнхен. 20, 30 и даже 50% на европейскую одежду и обувь. Плюс рекомендации по стилю. В торговом центре Мюнхен время выгодных покупок. Летние скидки на коллекцию брендовой одежды и обуви от 20 до 50%. Мюнхен. Кооперативная 8, переулок Шкиперский 2. Этим летом позволь себе больше стиля.